С ночи-бучи, мои дорогие друзья! Хочу отрекомендовать вам сайт grizzle.ru. Низкие цены, лучшие скидки, продажа игровой валюты, прокачка персонажей и множество других услуг. Также мы проводим наборы поставщиков во всех популярных MMORPG. Заходи! Все контакты для связи в описании. С ночи-бучи, дорогие мои друзья! С вами Юга и это Юга Шоу. И, соответственно, приуроченное видео, как уже поняли по названию, это вторая часть гайдена виза. Соответственно, сегодня я вам расскажу про две вещи. Это пробуждение и ротация скиллов в PvP и в PvE. С момента того, как у нас поставили пробужденные классы, нам ввели новое пробуждение на скиллы. Оно кардинально отличается от того, что у нас было до этого. Соответственно, все понимаете, по акциям мы их брали, на это все сбросилось. И теперь стало все гораздо, я бы сказал, даже немножечко сложнее и в то же время интереснее. От привычных маг-атак 5, которые на скилла в виза уже все привыкли, которые увеличивают дамаг, мы перешли уже к урону по мобам и людям в PvP. И давайте сейчас я начну с того, то есть самого банального, и кто, может быть, не знает еще до сих пор, соответственно, пробуждается навык всегда у тренера. А у тренера, где вы качаете скиллы, есть навык пробуждения. Всего доступно вам три скилла. И сейчас начну с тех и, соответственно, скиллов, которые я взял. Их три. А это огненный шар, ледяная буря и град стрел. Почему я их взял? Сейчас я постараюсь вам это объяснить. Все эти скиллы only PvE направленности. Сейчас у меня, как бы, основная задача моя сейчас идет на визе. Это фарм голды, это фарм мобов. Соответственно, в PvP я вступаю очень редко. То есть, по факту, если раньше магатака 5 была на остаточных зарядах у меня, на пробужденных скиллах, то сейчас в этом, можно сказать, дамаг мой понизился. Потому что 5 магатаки, кстати, мне безумно нравилось на визе, на всех остаточных зарядах, на всех быстрых кастах можно было, как на волшебную стрелу, сделать увеличение скорости навыка на 10, на 5 секунд. Соответственно, этого всего теперь нету. И действительно, нужно уже придумывать что-то свое новое. И минус этого пробуждения, которое лично я для себя нашел, это в том, что теперь действительно нужно, если ты становишься узконаправленность. Мне так не нравится, никогда не нравилось. Понимаю, что можно комбинировать скиллы, можно все делать под PvP и PvE, соответственно, что-то менять. Но я привык, как говорится, черту полумеры нужно бить по максималочке. И сейчас я расскажу, в принципе, почему огненный шар у меня стоит, допустим, в первых рядах, почему я его выбрал и почему он лучше. Такой новый стат урон по мобам на 8 секунд плюс 25. По факту плюс 25 магатаки, атаки, не важно чего, он идет по мобам. Следующий стат, второй эффект, который накладывается, да, теперь на скиллы 2 эффекта вместо 1. При измене навыка вы уже выбираете, соответственно, определенный скилл и уже к нему эффекты. Из всех эффектов, которые дополнительные идут, на огненный шар самый максимальный урон по мобам. Самый максимальный, вот хоть убейте. Я всегда говорил насчет того, что огненный шар многие качают, но я, допустим, его прокачал на 2, чтобы КД срезать до 3 секунд. Максималочку я пока его до 2 секунд особо не стараюсь качать, потому что сейчас в дальнейшем объясню, почему. Далее у меня идет ледяная буря. Ледяная буря я взял восстановление 10 МФФП. Как вы знаете, раз, не знаю, на стримах очень часто говорил про восстановление МФФП-4, что при комбах ледяная буря, соответственно, у вас вы не прожимаете банку на ману, соответственно, не то чтобы экономить, в принципе, полностью, ну, то есть у вас развязываются руки, вам не нужно ничего лишнего нажимать. Сейчас сделали 10, очень сильно это все подросло, так как и у варвов раньше было пробуждение на 3 регена ХП, сейчас на вертушку 6 регены ХП, плюс там еще всевозможные плюхи, какие-то дополнительные. И второе пробуждение, в принципе, которое мне показалось более-менее адекватным, это Крит. Крита мало никогда не бывает, тем более на Визарде. И самое такое универсальное, так как сейчас с градострел абсолютно умрали КД, я на него взял также урон по монстрам и скорость наваков на 4. Практически, ну, 10 и 4. Я просто, на самом деле, немножечко в шоке с этих новых пробуждений, почему на самом деле так вот сильно режется скорость. Но одно я могу вам сказать. Все эти увеличения скорости навыков действуют с ускорением Визарда, то есть со скиллом ускорения. И вот это уже становится очень круто. Соответственно, на ваши 15% ускорения магии накладывается еще 10% ускорения или 4% ускорения со скилла. Соответственно, вы кастуете очень быстро, и это все здорово. Что касаемо других навыков в ПВП. В ПВП в основном на что нужно опираться? Вы можете, соответственно, ротацию двух, как минимум, скиллов оставить, которые у меня здесь. Это градострел и огненный шар. Почему? На них же также накладываются, соответственно, скиллы, которые увеличивают дамаг в ПВП. Дамаг в ПВП по людям там в целом идет от 5 до 10. И все, больше ничего. Но другого какой-то альтернативы у нас нету. Соответственно, самое такое вкусное из того, что можно взять, это почти то же самое. Если вы уже привыкли, вот я на волшебную стрелу, очень привык, раньше скорость каста увеличенного сделать, то здесь абсолютно бесполезные все скиллы. Как и минус 10 МФ, МПФП, урона от боли, шанс ошеломления. Но, в принципе, то, что я поюзывал за печеньки, они мне показались абсолютно бесполезными набором. Как и уклонение 3% на 10 секунд. Возможно, 3% на 10 секунд, но стоящее, если у вас 19 Маскан. Допустим, небольшая, хорошая прибавка. Но стоит ли оно того? Ковиза, который постоянно находится один... Ну, я не знаю, многие говорят, не мобильный. Я считаю, все-таки более мобильный. Еще добавят мобильности с телепорта на пробуждение. Вообще будет огонь. Мне, в принципе, и без этого уклонения живется прекрасно. На все остальные, остаточные огненные заряды, также пробуждение не имеет особо какой-то силы, кроме как дебафов. Дебафы здесь, в принципе, очень относительно неплохие, что были раньше, как минус 10 скорости передвижения, скорости каста. Тут сделали минус 4%, почти порезали. Потому что, действительно, на самом деле, на той же цепной молнии я всегда оставлял. Вот она, цепная молния. Здесь она очень фановая. Ого, гром какой. Здесь я всегда оставлял минус скорость каста, допустим, или скорость каста и скорость атаки противника. Он от меня все равно не убежит под шеломление. Но скорость каста и скорость атаки я всегда замедлял. И это круто. То есть минус 1 мы убираем всегда. Здесь же тут у нас многие берут очень по фану 6 хп за попадание, мфп за попадание, соответственно, молния, которая у вас регенит. Да, на левельных мобах это очень чувствуется, говорят. Это сейчас интересно, это фаново. Но я считаю, что это бесполезно. Мы играем за визарда. У нас есть абсолютно все скиллы, чтобы отрегенить. И дохренище. Поэтому, нежели как фан, это использовать я смысла никакого не вижу. Абсолютно. Так вот, давайте перейдем к ротации скиллов, которые, в принципе, для ПВЕ и то же самое, что можно для ПВП. Начну на манекенах показывать. И выглядит она примерно так. Комба, в которую вы должны уложить, допустим... Ух ты, ничего себе. Я надеюсь, вы это тоже слышали. Реально прям гром фигачит. Комба самая стандартная, которая для прокаста. Если у вас, вы приходите на пачку мобов, и у вас есть уже какие-то скиллы, обязательно любое действие начинайте с фаербола. С фаербол, когда попадает, у вас включается, соответственно, баф. Урон по монстрам 25%, скорость навыков 10 на 5 секунд. 5 секунд, скажете, в принципе, ну вообще копейки. Но, в принципе, посмотрите, проротация самая... Допустим, самая максимальная... Максимальная ударная прокаста в пачку выглядит примерно вот так. Фаербол, огненный взрыв. И накрываем все это уже по скорости каста метеоритом. То есть все. Вот так выглядит, в принципе, то, что, допустим, на Саоши разваливает абсолютно... На Саоши пиратах разваливает большую часть пачки. У меня атака не такая уже огромная. У меня 156 урона. Но, благодаря, допустим, тому же кинжалу на меткость, сету на меткость... Ну, тут я бы еще, наверное, все-таки Торитес бы поставил. Я к шмоту, наверное, в конце еще вернусь. Я бы с радостью бы поставил... С радостью поставил бы Торитес и, допустим, на ручах Пьека. Кстати, о на ручах Пьека. И тогда было бы вообще просто шикарно. Тогда уже можно будет отказаться в бронзового кинжала в Нубэра. Но пока нельзя, если у вас его нету. Соответственно, вы этой ротацией самой большой развалите большинство пачек. Маня ротация скиллов самая стандартная. Когда у вас откатываются крупные ОЕ скиллы, выглядит примерно так. Огненный шар. Взрыв. Молния. Остаточный заряд. Цепная. И на последние 2 секунды урона по монстерам у нас идет, соответственно, шаровая молния. Это выглядит самая стандартная ротация по мобам. Соответственно, за промежуток в течение 8 секунд я успеваю выстреливать по увеличенному урону по мобам. Проказ скиллов. Нам цепуха, по сути, для атаки не нужна. Нам всегда была нужна шаровая молния. Это выглядит так. Почему на град стрел я взял тот же самый баф, но с меньшими характеристиками? Потому что, в принципе, сейчас он идет без КД. Град стрел имеет с собой очень, в принципе, даже сейчас его в ПВП порезали. В ПВЕ он бьет очень, довольно-таки, так же сильно. Им можно прекрасно добивать пачки, соответственно, спамя этот скилл. Если вам, ну, допустим, если у вас какие-то определенные скиллы откатываются. Можете просто доспамивать пачку и убивать им мобов. Я именно делаю это так. С большей атакой, возможно, град стрел можно поменять. Теперь о Близзарде. Почему именно он? Сейчас объясню. Близзард остается, соответственно, при той же ротации, начиная его с... Соответственно, с фаербола. Пачка фаербола. Остаточный заряд. И накрываем все это... А, понятно, у нас, ребята, не сработало. И накрываем все это дело Близзаром. Как видите, мана, даже вот включенный камбой, восстанавливается с пугов шикарно. Так же, как и с мобов. Включается увеличенный крит. Включается реген у вас. И, в принципе, все хорошо. Близзард одно из самых мощных АОЕ заклинаний волшебник. Соответственно, его игнорировать, на него пробуждение, я не имею смысла. Можете. Ну, и самых приятных, это, конечно же, восстановление ПФП. Мне показалось, на каче оно такое есть. Для ПВП можете придумать, в принципе, что-то другое. Но сейчас вот этот самый вариант, который более-менее приятный. В ПВП ротация абсолютно не меняется. Фаербол имеет за собой статус непосредственно нокдауна и атаки по низу. Соответственно, есть еще вариант, который я рассматриваю с пробуждения, с новой ледяной стрелой. Как вы ее знаете, изменили. При ледяной стреле, когда человек уже падает вниз, вы его замораживаете, на него накидываете фаербол, взрыв, он падает, и вы накрываете его остаточным зарядом, пока он лежит. Соответственно, это комба в ПВП. Одна из самых, по мне, эффективных, потому что остаточный заряд наносит невероятно мощный урон, когда человек в нокдауне, следовательно, лежит на земле. Не стоит игнорировать, и я его сейчас еще буду тестить, морозный туман в ПВП. Соответственно, я про него говорил уже, что его можно раскачивать уже, подходя к девятисотым навыкам, на максималку, но хотя бы на единичку. Он у вас, ну вот у меня он еще не выкачен, потому что я сейчас еще думаю над скиллами. Сейчас тоже холеного сброса нет. Пока он мне не нужен, в ПВП он вам будет на один уровень обязательно. Соответственно, почему? Соответственно, морозным туманом вы накрываете толпу, также проходит у вас рассказ по толпе, за момент взрыва они уже падают, и вы их накрываете остаточным зарядом. В идеале, в принципе, при сражениях уже с визардами, которых это все выкачено, то есть у друзей это выглядит примерно так. Так, это очень-очень хорошая контра, заморозка сейчас стала... на заморозку очень мало кто делает, ребят, резист, это правда. И на заморозку не накладывается диминишинг сейчас, по крайней мере по тестам, которые мы делали. Также на заморозке идет охламление, и все это прекрасно накладывается, заморозку можно следующую же кидать следом. После стрелы, соответственно, морозный туман, и заморозка будет прокатывать. Морозный туман увеличивает, так же, как и сказал, меткость, с ледяной стрелой. Вот эти два скилла, на которых буду обращать внимание, уже при прокачке где-то 58-57 уровня, потому что самое меньшее, точнее, отсутствие диминишинга, плюс, в принципе, неплохие, даже неплохое не то, что контроль, даже эскеп для самого себя заморозил, можно смотаться в случае того, что ты не вывозишь, на тебя какая-то нереальная пачка напала. Вот, соответственно, в PvP сейчас вот эти два скилла игнорировать абсолютно не стоит. Стрела сейчас великолепная. Конечно, раскачка ее до максималочки, до пятого уровня стоит довольно приличное количество очков на локов, но сам факт, что 20% попадание дает тебе очень большую возможность держать врага в постоянном контроле при минимальном кд этого скилла. Соответственно, ребята, не игнорируйте. Обязательно, как бы, все тесты, которые я делал с ледяной стрелой, почему у меня сейчас в единичке, я перед этим сбрасывался, мне абсолютно все понравились. То есть пятерка, отлично летит, маленькая кд, деремся с человечком, абсолютно по кд кидай ледяную стрелу, он постоянно заморозки, постоянно по нокдауну бьет. Это даже, я говорю, если вы даже не можете убить своего врага, это даст ему возможность просто выжить и уйти, соответственно, от, не знаю, от ненужной стычки, даже там на массовых замесах, если вы один на один там с кем-то зашлись. Вот, соответственно, не игнорируйте этот скилл сейчас. А, теперь по поводу шмота, что изменилось и что я лично протестил на Визарда. Как я и говорил в своем первом гайде, допустим, сет, который у меня от Джерри и Талис, это экспериментальный сет, и, в принципе, как бы, я бы хотел бы уже давным-давно от него отказаться, но пока сейчас бегаю, за неимением сейчас подсобираю деньги, допустим, мне как минимум нужно иметь три полшмотки, чтобы полностью от него отказаться или полностью переходить на Торитос. Торитоса я не изменяю. И какое наблюдение? Я играю, кто уже смотрит стримы давно, знает, если не знаете, рассказываю, я играю на двух серверах, на фри-то-плей, пей-то-плей постоянно, у меня два Визарда 56 уровня. Здесь я сейчас уйду на 57-й, на пей-то-плей. На фришке у меня Юрка 17-я и 11-й Пьек, я его отдел вместо 16-го от Джерри. И знаете, что я вам скажу? В один момент, когда у меня здесь абсолютно был не 18-й, 16-го в хэнд, хотя здесь есть и сет на меткость, вроде бы и оружие 18-е и все прочее, я очень-очень сильно проседал по меткости. Здесь даже на Саоши банально я не мог нормально с 18-й пушкой фармить, у меня прям с этого горело. Даже один степ-хек не дает, не дает нереальный буст по меткости. Меткости игнорировать нельзя. Что сейчас я сделал в этом сете, чтобы полностью более-менее себя восстановить? Я поставил сюда дорогие камни на меткости, игнорирование, сопротивление. В принципе, это очень неплохая вещь, даже по мобам. У мобов есть тоже сопротивление, нокдауном и все прочее. Сейчас это 20% моих и вся меткость увеличенная. Плюс, соответственно, догнал бронзовый кинжал. За вчерашний день после стрима я очень сильно ощутил это и на Саоши, и на пиратах, на этих местах кача и заработка денег, что действительно с этим сейчас гораздо лучше занимаем какой-то экзарки. Когда у вас будет уже экзарка и Пьек, соответственно, от кинжала бронзового можете уже отказаться. Но обязательно его оставьте. Просто ради интереса, для того, как увидеть, как заходят в вас абсолютно 100% все иксы. Это очень здорово, ребята. Это очень здорово и очень сильно. Вот, что касаемо шмота. Как бы моя установка на изначальный Торитес осталась прочей. Но сейчас, кто не знает, у нас идет акция, ивент. Да все прекрасно знают, что уже там, соответственно, я, вот видите, немножечко неделю прослакался. У него уже все выставляют и боссы, и босс-шмотки. Соответственно, старайтесь из тех первых достать все-таки Пьека и Маскана. Его как минимум прикупить. Для вас это будет отличнейший буст. Вот, по крайней мере, повезу. Я это прекрасно почувствовал. Даже банально с одним хеком вы очень становитесь сильным. Вы становитесь по меткости действительно очень сильным. Поэтому, ребята, копите, доставайте и обязательно приобретайте. Собственно, что касаемо вопросов, которые у вас будут возникнуть, обязательно оставляйте их под комментарий. Я, в принципе, попытался изложить по пробужденным скиллам не немалочку. Почему? Потому что, если я сейчас буду загружать вас цифрами, которые есть абсолютно на всех скиллах пробуждения, я думаю, они вам не дадут ничего. Но я, в принципе, вкратце сказал, что сейчас эти все бафы, дебафы очень сильно порезаны. Вопрос остается открытым еще у меня лично со скиллом, который накладывает по минус 45 хп. Но для мобов он бесполезный, в пвп более-менее адекватный. Вот я его еще с уроном увеличен по пвп буду рассматривать. Он, в принципе, имеет место быть. Так что обратите также на него внимание. Именно урон, который у вас тикающий. Вот, собственно, и все. Ребят, если у вас еще, я еще, как сказал, повторюсь, настались вопросы, обязательно задать их. Вместе с вами обсудим пробуждение. Она новая. Если вы нашли какие-то интересные, соответственно, комбы, которые не увидел я, тоже можете обязательно писать комментарии. Я, как уже по традиции, не говорю, что то, что я сейчас сказал, это какой-то постулат или догмат. Соответственно, я всегда рад услышать что-то новое в адекватной форме от вас. Вот, собственно, и все, что касаемо пробужденных скиллов и ротации. А с вами был Юга. И по традиции вам хорошего MMORPG, отличного дропа и вытащить ту шмотку в конце ивента, которая вам именно нужна. До связи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok